Сегодня начался 15-е ама, началось. И это особенный день для нашей традиции. Немного хотел бы развеять разные мифы, которые ходят вокруг этой даты. Ее называют День любви. Последнее время оно вошло в моду, очень стало популярным в Израиле и не только. Но на самом деле нужно немножко больше сказать. В этот день прекратился мор среди еврейского народа в пустыне. Мы знаем, что Всевышний вынес решение 40 лет, что мы будем ходить по пустыне. Каждое 9-е ама по 15 тысяч человек умирало, а на 40-й год остались живы последние 15 тысяч человек. Подумали, что это ошибка, но 15-го ама, когда было полнолуние, все убедились, что он был счастливый, как написано в Талмуде, в Вишне это самый счастливый был день в жизни нашего народа. И еще Йом-Кипур считается тоже счастливым. Еще одна вещь, которая произошла, это отмена очень важного постановления. Тоже в пустыне оно было сделано, но отменили его намного позже. Это запрет жениться между коленами. Девушки не могли выходить замуж, которые наследовали землю, не могли выходить замуж за представителей других колен. Это было отменено. И почему же это тогда называется как бы днем любви? Есть огромное благословение, начинать с этого периода шедухи, искать себе пару. Если на это благословение отсюда уже это вошло как бы, помимо того, что это счастливый период, это подготовка к Йом-Кипуру, это очень важное событие. И с точки зрения Аллахи мы всего лишь не произносим таханун, когда молимся, это личная молитва такая. Поэтому хотел бы пожелать всем нам, кто еще не женат, найти себе хорошую пару, быть в приподнятом настроении. Уже прошел этот период 9-го, быть в хорошем состоянии. И так как это пятница, то всем шаббат, шалом и всего доброго.